Я пишу, если что, уже. Всё пишется. Меня слышно нормально, надеюсь. Что-то. Кайф. Возможно, мы сегодня с тобой вдвоём тут будем сидеть, и ты меня будешь за баланс задвигать. Я буду очень долго смеяться. Ну, я готов послушать про баланс. В течение 45 минут меня это полностью устраивает. Так, я... О, блин, пожалуй, я возденусь. Просто в моей жизни было чуть больше баланса в последнее время. Что происходит? Кстати, ступором. Я это вырежу, если что. Пока никого нет. Пока никого нет. Я это вырежу, если что. Что там у тебя? Всё нормально? Да. Да. Работа дохрена. Угу. Понимаю. Завтра на новую работу выхожу. Резко-дерзко. Блин, ну, грац, наверное. Ну, нормально, да. Ну, по окладу лучше, как минимум. О, привет, Рай. Привет. Ну, просто как тебе... Как тебе хочется, да? Да, вообще нормально. Просто передохнуть хотел между работами, но не получилось. Корабля на бал, как говорится. Ну, слушай, в текущих реалиях не кажется, что это большая проблема. На самом деле. Ну, да, да. Ну, да. Лучше уж так, чем сидеть палец с Ассаней. Ну. Ко мне сегодня пришёл человек на менторство попросился. Ну, прикольно. Табличка наша сработала. Нормально. Ну, прикольно. Когда ученик дорастает, учитель объявляется. М? Когда ученик дорастает, учитель объявляется. Вот тут непонятно, кто из нас ученик, кто из нас учитель. Почему? Ну, потому что так, чтобы прям плотно кого-то учить по балансу, у меня такого опыта ещё не сильно есть. Ну, не могу тебя учить, будет все равно. Не, ну, я-то на нём тоже учиться буду. Угу. Понял, понял. Ну, потому что, знаешь, там, объяснить жену, как пользоваться какой-то моделью, это одно. Угу. Разобраться, ну, скажем так, с жанром, который тебе неизвестен, или ты с ним не работал, и при этом ещё каким-то фундаментальным штукам человека научить, блин, это совсем другая штука. Да, запылившиеся какие-то знания расчехлять. Систематизировать. Ну, да. Такое. Так, ну, сколько мы подождём? Мы, наверное, в 19.05 начнём. Если нас будет трое, ну, зависит от вашего желания, можем посидеть. Можем укороченно посидеть, сколько получится обсуждать. А где Дино? Дино сегодня не может, к сожалению, у неё сессия в посетите, она очень сильно завалена. Поэтому... Жесть, конечно. А я сегодня за Дино. Могу вот эту традиционную ктышкиё. Что, типа, мы начинаем третье заседание книжного клуба. Тёртое. На книге Джесси Шелл. Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все. Клышки. О! Да. По этой книге третья. Третья, да. Ладно, вопрос. Мы почитали вообще? С тринадцатой по шестнадцатую? Ну, супер бегло. Супер бегло. Все читали его, типа, не так, что вот прямо перечитывая, а, типа, бегая и в поисках чего-то, что отклик имеет. Потому что, ну, не всё, к сожалению. Нет отклик здесь, но в целом, в целом, да. В целом ясно. Эти главы достаточно короткие, кстати. С четырех. Ну, да. С тринадцатой по шестнадцатой. Я вообще, ну, больше всего мне пятнадцатая зашла, типа, про UI, потому что мне это очень близко. Я вообще считаю себя непризнанным гением UI, который ничего UI-ного в жизни не создал, но знает, как надо. Не поверишь, я такой же гений по поводу интерфейса. Ну, то есть, если мне дать с нуля интерфейс для чего-нибудь придумать, скорее всего, это будет полная странь. Не побоюсь этого слова. Вот. Но если есть какой-то UI и какой-то UX, какие-то flow, и я их тыкаю и где-то спотыкаюсь, я понимаю, обо что я спотыкаюсь и почему так. И как нужно переделать. Ну, это как раз-таки к теме анализа опыта. Рэк, ты что-то собирался сказать, кажется? Не, я просто соглашаюсь. Типа, да, ну, плеваться в плохие интерфейсы, да, я тоже мастер и эксперт. И, ну, это будет объективная критика, скорее всего. Типа, здесь вот цвета нити, здесь шари слишком мелкие, здесь, наоборот, слишком крупные и так далее. А, это я сейчас так играю в Divinity Original Sin 2. Да. На плойке. А-а-а. Блин. Мать твою за ногу. Господи, пацаны, вы, блядь, пробовали вообще это играть. Ну, типа, вы это выкатили, вы это отдали. Это мой второй заход в эту игру. В первый раз меня хватило на полтора часа. О, а там скорость продвижения, чтобы вы понимали, ну, там, в сорок часов два акта. Бля. Простите за мат. Ну, что-то как-то не особо интенсивно. Как ты вообще решила вернуться туда? Да, тут, короче, у нас наметилось... А? Первый или второй Original Sin? Или второго ещё? Второй. А, второй. У нас просто наметилась тусовка в ДНД. Я как бы понимаю, что это такое, но мне не хватало вдохновения. Вот. И я решила посмотреть, что есть из игр у нас, то есть, что не надо покупать, где я могу хотя бы соприкоснуться с близкой системой. Вот, и выбор пал на... Вот это чудо. Не, на самом деле игра прикольная. Ну, это... Но если ты привык, там, к МРПГ, и у тебя там супер большой... Ну, у тебя большой темп игры. То есть что-то свистит, пердит, взрывается, что-то откатывается, ты что-то прожимаешь. Когда ты побежал, кого-то похилил, кто-то там танканул, и вот этот вот кипиш, он постоянный... Не, она очень размеренная. Очень размеренная. То есть чтобы персонажи бегали по локации, тебе нужно поставить специальный аддон, после которого тебе говорят, блин, знаешь, чувак, как бы всё ок, но трофеи для платины ты не будешь после этого собирать. Чё, чё за жесть? Смотри, аддон? На плойке аддон ставишь какой-то ещё? Не-не-не, там можно прямо в билде, там есть в менюшке такая штука, как мешок с подарками. Вот. Ты туда заходишь, там просто галочки проставляешь. И там есть разные модификации, которые делают как-то более дружелюбные, что ли, сирпиджи. То есть у тебя больше там экшн-поинтов становится. Ну, вообще, систему представляется, да? Что у тебя там есть шесть очков, максимум шесть. На ход у тебя даётся четыре, которые ты можешь потратить за этот ход в бою. И, в принципе, всё. Ходишь, тратишь очки действия. Чётко стоишь, тратишь очки действия. В общем, любой чих, использовать свиток, переодеться, передать что-то сопартийцу, всё стоит очки действия. ДНДшно, конечно. Это очень ДНДшно, даже слишком как будто... Так да, 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 оно прям стопроцентно базируется на ДНД. Вот. И оттуда взяты как самые прикольные штуки, так и самые недружелюбные. Сурово. Это ларианы при этом, да, получается? Это они сделали до или после первого БД? По-моему, после. Да, фиг их знает, надо погуглить. Дивинити Ориджинал Сину, вторая в семнадцатом году выходила. Вроде. Так, в семнадцатый. А БГ первый? Не, БГ первый явно раньше вышел, нет? А Балдургейт первый и второй ещё вроде в нулевых выходил. От Байовая. Да, вон, ларианы сейчас подхватили только третью часть точно. Да, в семнадцатом году. Дивинити. По поводу экшн-поинтов, вроде в первой части Дивинити Ориджинал Син там нормальные экшн-поинты были. Ну, типа, тоже немного, но хватало. Нет, так мне их хватает. Я не говорю, что их мало. Я говорю, что просто, ну вот, если у тебя класс мат, всё, долбись. У тебя их четыре, как бы, каждый ход. Пока, я не знаю, будет ли их больше. Ну, в общем, это вопрос открытый. Ну, мне просто после Fallout прямо вообще в кайф с таким количеством очков действий. То есть она медленная, размеренная такая. В неё вот посидеть ещё вечерком, поиграть, если там с человеком, кто любит, не любит рашить, а вот тоже спокойно ходит, там записки читает, со всеми трындит. Вот в таком случае суперклассно играть там вдвоём. Но у меня опыт другой, то есть я играю с человеком на двоих, проходим компанию, и человек реально рашит. То есть, ну, он просто быстро всё прокликивает, пролетает, и я такая, где я, кто я, что я, мы на другом конце карты, я такая, окей, здравствуй, топографический кретинизм, что мы будем делать с этим? Ну, то есть, как бы тебя проносят по игре, ты только в боях думаешь, что там делать, а всё остальное проходит мимо. Мне не в кайф. Я вообще не представляю, как, ну, блин, как это описать. Да, у меня реальный синдром ММРПГшника, которому нужны эти постоянные переделки, чтобы, знаете, как-то интерес поддерживать происходящим, иначе я реуснул. Это чисто проблема моего дефицита внимания. В смысле, тебе нужно, чтобы у тебя количество действий на единицу времени было повыше? Да, 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 акшн спермин, да, мне высокий нужен в любой игре практически. А даже если это просто, как-то, бессмысленное тыканье в какой-то мере, ну, чисто вот такой вот ритм поддерживаешь, что, типа, что-то делаю, что-то делаю, какой-то инфот, какой-то инфот. Иначе я просто такой, типа, кладу геймпат, там, не знаю, иду, чай себе на него. Ну вот, а я любитель именно походить вдумчиво, поковыряться, порассматривать, билды какие-то посчитать, потом их собрать, потом ещё чего-нибудь. Ну, в общем, короче, я любитель дроча. Вот. И вот тут мы приходим к вопросу баланса. А вот. Баланса. Количество действий в минуту. Ну вот я, допустим, когда делаю баланс, ну, то есть я все игры начинаю читать от времени. То есть от времени и прогрессии игрока. То есть на это завязывается количество контента, которое надо в игре, количество уровней. Потом строятся какие-то динамики. То есть из серии там. В первой локации игрок проведёт там условно два часа игрового времени. За это время он там посетит допустим, три города, расположенных на этой локации. Сколько можно контента всунуть в эти два часа, так, чтобы у него ещё и точек фана дофига было. Если мы говорим про какую-нибудь большую игру, если мы там про какую-нибудь мобилку говорим, то не знаю, там окей, на первом уровне у тебя вот эта механика открыта, на втором у тебя открылось вот это и вот это. Ты туда пролетел за 10 минут сразу после тутора. Ну и вот от этого погнали. И потом уже динамика по каждой механике, потом уже динамика получения наград, чтобы игрок постоянно получал какие-то награды, какие-то плюшки, какие-то апгрейды. И вот так вот круг. Ну это про расчёт, если мы говорим. Ну, крутой подход по динамике. Ну, я всегда пляшу в балансе в первую очередь. Ну, если мы говорим про прогрессию, про экономику, ну, скорее даже, наверное, в первую очередь про прогрессию. То есть первое, над чем я работаю, это над тем, как будет прогрессировать игрок и сколько времени у него это займёт. От этого уже, в принципе, пляшет вся экономика. То есть если у тебя есть ответы на какие-то вопросы, связанные со временем, ты уже понимаешь то, чего, куда. Накидываешь одну динамику, накидываешь другую, смотришь, как они вместе, ну, уже не получается такого, что там на первом уровне у меня игрок получает 20 наград в минуту, а на десятом ноль. Вот. Ну, это со временем приходит. Ну, то есть смотришь динамику в начале, смотришь динамику в конце, делаешь какой-то, какие-то правки для того, чтобы это было приятно. Макроизменения какие-то уже после того, как всё готово? Конечно. Баланс циклично делается, ну, там, допустим, какие-то штуки на первой итерации, да, ты набрасываешь суперпросто, да, то есть там, блин, на примере боёвки, да, ты набрасываешь там просто словно поделил там, у тебя есть саппорты, у тебя есть дамагеры, и у тебя есть крутые дамагеры. Взял средний урон по средним дамагерам, я сказала средний или слабый? Средний. Ну вот, берёшь средний урон по средним дамагерам, берёшь средний урон по топовым дамагерам. Ну, это если мы про фри-то-плей говорим, там, всё-таки это немножко разные вещи. Вот. И всё, что касается боёвки, ты балансишь под эти уроны. То есть там каких-то врагов, какие-то уровни, какие-то там миссии. Вот. Это в формулу превращается? Да, да, вся игра превращается в какую-то формулу. Очень простую. Вот. Потом, когда уже надо становиться, когда у тебя встаёт вопрос о том, как у тебя в частности играется каждый юнит, вот тогда ты уже собираешь модель каждого юнита со всеми его плюшками, а потом ты доходишь до саппортов и такой, ну да, пошёл я нахер. Собственно. Вот. Потому что если дамагеры там ещё хоть как-то, по одной схеме приводишь к ДПСу, да, то саппортов ты такой, ну, ладно. Насколько возможно, приблизительно ты это считаешь, какой прирост к ДПСу у тебя даст саппорт. А именно как буст к дамагу, не как хил, исходя из там среднего хп или среднего опять же дамага. Я скорее про бафферов говорю, я не про хилов говорю. Вот. С хилами просто мне на практике сталкиваться не доводилось. Кстати, для балансера, наверное, самый прикольный путь – это из инженера. То есть ты понимаешь, как работает система, и ты понимаешь, в каких точках ты можешь на неё влиять и в каких точках на неё повлиять нужно. Вот, собственно, у Шелла был там чей-то метод упомянут. Сразу х2 или разделить на два какие-то значения и посмотреть, что будет. Можно там не х2, а можно х5 даже делать. Ну, то есть на первое время это вполне рабочий инструмент. Если ты не балансер, у тебя нету в голове какой-то общей схемы, что на что влияет и насколько сильно что-то на что-то влияет, то тогда это прям офигенный метод. Особенно если, допустим, в команде там был балансер, но потом его не стало по каким-то причинам и команда осталась без человека с балансом, вполне. Как говоришь, кей-кометод это в какой главе было? Это как раз про... Это было про баланс. 13-й, окей. Кей-ко. Кей-ко. Еще по-японски. То есть найти его, но что-то пока что нет. Голова или руки. Еще что такое? Нет, это другое. Это прям... Ну про балансер, я про вообще такой типа... А, ок-ок-ок-ок. У меня вот больше всего смотела 16-я глава про любые интересы и про ключевые моменты, ну, хайлайты внутриигровые. Типа, где... Ну типа, как-то наш расчет спайков таких интересов, что вот типа надо додержать игрока до какого-то момента, где у него прям пеканет интерес, после чего там снова спады. Вот это все меня прям заинтересовало, потому что я начал тут же анализировать игры, в которые играл, ну, в которых такое было и пытался вспомнить, какие там реально... Ну не то, что хайлайты, но что мне запомнилось больше всего. Ну, мне это сперва очень субъективным показалось, потому что мне иногда запоминались какие-то вообще тривиальные вещи, ну, вот просто, не знаю, так все совпало, что вот я запомнил этот момент. Но есть и те вещи, которые прям объективно, прямо видно, что там GDS, нарративщики и прочие прямо целились на то, чтобы вот у игрока здесь такое крешендо эмоциональное произошло. Ну там, ну всякий класс-то вас, понятно, когда происходит. А вот во всяких сессионках, там, мультиплеерах и прочих, вот как там это работает, для меня толком не дошло. Вот у вас какие-то мысли на эту тему есть? Как вот в какой-нибудь... Ну в том же WoW. Ну понятно, что там есть как бы сюжетная линия с каждым обновлением, ну с каждым, как я назову, экспеншеном развивающаяся, и внутри нее есть какие-то такие моменты, типа, не знаю, первая ваша победа над Личом, грубо говоря, над Артасом. О-о-о! Вот! Смотри, на эту тему я когда-то очень давно делала разбор первых, по-моему, десяти часов в Final Fantasy. Ну, которая какая-то? Петернадцатый. Угу. Вот. Кто-то выяснил, что там за первые десять часов крутого происходит. Там, на самом деле, начиная от того, что ты в городе, тебе там что-то показали, тебе объяснили, как бегать, ты вышел в первую локацию, там что-то, ну, то есть, там какой-то вид, потом ты куда-то сходил, там, тебе дали ездовое животное, ты там на нем поездил, прикольно, что-то свистит, пердит и кашляет. Ага, там, первая смерть, кстати, тоже прикольно. А, там еще, смотри, этого Хартура. Там был кейс с неизбежной, смертью, первая битва с боссом, там, новые скиллы, новые, там, новые шмотки, еще что-то. Честно, дофига всего было, но это, я сейчас вспоминаю, вот, через шесть лет после. Ого. Блин, в четырехстый финал ты уже шесть лет, что даже больше. И больше. Больше. про нее работа уже была как будто недавно вышла, как будто она в девятнадцатом вышла или даже позже. Я путаю. Ага. Ребят, мы старые. Ну да, похоже. Далекие, две тысячи. Две тысячи какой-то. Семнадцать. Шестнадцать. Офигеет. Я, потому что, да, вот эти вот пункты, можно ли их считать за своеобразный такой, кривой, даже не кривой, а, типа, как, восходящим трендом, интересом, то есть, вот это все, оно как будто накапливается, нет, когда ты в ММРПГ играешь, и тебе все больше и больше вещей открывается, и у тебя к какому-то такому, не то, что крошендо идет, а что, типа, вот-вот игра, вот-вот, типа, раскроется полностью, типа, оголится передо мной, наконец-то, и вот, типа, постепенно там. Да, но ты этого, по сути, никогда не достигаешь, на самом деле, потому что, ну, вот мой опыт, допустим, на том же WoW, Лич Кинг, ну, то есть, сначала ты качаешься до пятидесятого уровня, потом ты качаешься до шестидесятого уровня, потом, по-моему, ты уходишь в Burning Crusade, не, он добыл, дополни, а? Он добыл в Burning Crusade, он до Лич Кинг, до Рата, до Лич Кинг. Не-не-не, я про локации, которые пекашные, в Запределе, я понял, сори, да. Вот, уходишь в Запределе, там ты учишься, какой-то хрени. А, не-не, подожди, классика, потом, этот, блин, вторая локация, такие степи выжженные, я понял, вот, по сути, там, где-то в этот период ты учишься ездить на коне, потом ты попадаешь в Запределье, в Запределье, по-моему, ты учишься летать уже, или нет? Или ты там страдаешь от того, что ты не умеешь летать? А потом только в Нордсколе учишься летать? Да, я не помню, где именно впервые Flying Mount можно получить и обучиться этому, но, да, по-моему, Нордскол все-таки, там книжка была. кажется, да. Вот, окей, то есть, ты прокачался, ты такой, я прокачался до капа, и чё? И прости меня, YouTube запикаете, ребята, получай пизды окаянный, потому что у тебя нету шмота. И ты такой, окей, где мне брать шмот? А понимаешь, что последние этапы прокачки тебе нужно по сюжетке пройти всё, что перед ЦЛК, все эти маленькие донжи, но которые очень болючие, и ты понимаешь, что шмот нужен уже сейчас, ты идёшь каким-то хреном, где-то что-то крафтишь, где-то что-то покупаешь, тебе снова дают люлей, ты снова что-то крафтишь, снова что-то покупаешь, снова что-то выбиваешь, тебе опять дают люлей. Окей, ты оделся, докачался, всё прошёл, открыл ЦЛК. И тут начинается всё по-новой. Твой шмот говно. Нужно собирать... Нужно собирать Т10. И вас таких целая гильдия. И вы такие, ну ладно, погнали. Вы приходите на первом боссе, опиздюливаетесь и уходите в свой ясен. Идёте учить стратегию. Потом понимаете, что билды у вас говно. Начинаете разбираться в билдах. Вот она кипела. Всё это сделано. Очевидно. Вот, ну просто... А конец где? А конец это ЦЛК-десятка-обычка. Потом ЦЛК-двадцать пятка-обычка. ЦЛК-десятка-гер. То есть, как бы... И ЦЛК-двадцать пятка-гер. Вот до этого я не доползла. Ну это, то есть, вот этот накопительный эффект, он всё-таки отрицательно сыграл. Когда ты... Нет, я из игры ушла совершенно по другим причинам. А как ты вот к этому... Назовём это эджингом таким игрока, когда он вроде вот-вот ещё чуть-чуть и всё-таки станет топовым бой навсегда и навеки вечно. этого вообще не происходит и не происходит. И это... Слушай, ну мне нормально с этим. То есть, мне приколен сам процесс. Да, то есть, опять же, когда ты играешь в одно лицо, это одно. Но мой РПГ это вообще не про игру в одно лицо. То есть, там есть другие люди и это тоже добавляет нормально так фана, потому что, опять же, на боссах нужна коммуникация, нужна выстроенная коммуникация, нужна... Нужно знание тактики, нужен подбор команды. То есть, ты не пойдёшь туда с голой жопой непонятно с кем. Ну, пойдёшь, но ничего тебе это не даст. Кроме люлей, да. Вот. А? Кроме люлей, да. Да-да-да, именно. Вот, но они невкусные. Не кебаб. Вот. То есть, там начинаются ещё новые штуки. А там, где другие люди, там постоянно новые приколы. Согласен. Там всегда есть потенциал. Да, согласен. Всегда есть потенциал по вотым новым рейдам в стиле Лерой Дженкинса. Всегда есть надежда на что-то такое запоминает. Да-да-да. Да-да-да. Поэтому. Ну, а каждая гильдия имеет свою как бы историю вот таких вот присказок, да, когда кто-то что-то фееричное творил и вся гильда покатывалась, да. А потом это разрастается на масштабе сервера. Если, конечно, повезёт. Это не всегда такое бывает. Но если две гильдии зацепились, мы наблюдаем что? Мы наблюдаем, например, войны вов онлайн. Не объявлене как, Но там Я тоже. Это прям одесса. И не буду. Да, это прям просто люди живут этой игрой сильнее, чем лоб за город. Просто в моей жизни и так хватает таблиц. Ну, то есть я не готова играть ещё в одни таблицы. Вот. Экономика тоже здоровая как будто бы там можно очень много потратить, если я не ошибаюсь. И не стать при этом топом. Там очень прикольно, что там очень реальная экономическая модель, связанная с тем, как работает реальная макроэкономика. Вот на нашем шарике. Вот. И экономику для Евы я делал какой-то очень крутой именно экономист. Он именно макроэкономист. Он не он консультантом по-моему у них был. Вот. Ну, единственное ради чего туда стоит сходить вот лично мне, но я, наверное, никогда этого не сделала для того, чтобы посмотреть, как эта игра работает с точки зрения экономики. Потому что, ну, чтобы сделать какой-то деконстракт хотя бы верхнеуровневый. Я думаю, это было бы полезно, ну, лично для меня как для специалиста. Ну, блин, мне кажется, что по ИВ уже достаточно на самом деле диссертация написано. Такая игра прям. Не знаю, каждый раз, когда я вижу и в онлайн в заголовке каком-либо я такой, о, блин, чё-то серьёзное, там как будто реально вот отдельная вселенная, где своя политика, свои заказные убийства, грубо говоря, и вообще всё серьёзно. Да, так там и политика, и интриги, и шпионы, и двойные шпионы, и шпионы третьих сторон, там капец. Вообще. Да, очень много таких историй было. Ну и в науке, да, используются, кстати, там вроде какой-то эксперимент был, типа анализировали данные, очень много наанализировали, что-то расшифровка белков или что-то в этом духе. Да. Расшифровка чего? Пингов или пинков? Белков. А, белков. Химики там что-то делали. Да, и им как раз надо было на картинках выделять некоторые, там что-то вроде скопления чего-то. Игроки с этим справлялись. Нормально. Окей. Вообще, научные работы по подобным играм это прикольно. Я вот недавно читал работу про Power Creep в одном тайтле по покемонам кажется. Мне это прям хороший такой анализ, типа такой вертикальный скажем так слайс. И мне прям зашло. Ну, потому что типа франшиза очень разросшаяся и будет продолжать расти. Вот им, по-моему, с каждым годом все сложнее и сложнее. подобие нормального как бы анти-пауэркриптного баланса поддерживать без каких-то мощнейших рестартов, ребутов, что типа мы все, всю статус сбрасываем, все с нуля с чистого листа давайте заново все посчитаем, учитывая, что у нас теперь около трех тысяч покемонов. Только что свои какие-то ОП обилки. Я вот недавно внутри компании обсуждал вообще тему пауэркриппа на дизайн-сессии и да, то есть попытки все это балансировать есть, но они как-то такие шатающиеся. Точной науки пока что здесь нет точной формулы. Как это все не допустим. Иногда пауэркрипп он и вовсе нужен, типа критически необходим. Кстати, да, я же с балансером разговариваю. Мы, по-моему, уже поднимали эту тему, что типа пауэркрипп он есть, он будет, с ним просто надо жить как с какой-то бородавкой, которая никуда не денется. Ну, блин, на самом деле вопрос того, как это как реализовывать системы, это первый момент, но если мы говорим про покемонов, блин, начнем с того, что это игра, которая уже миллион лет, в ней миллион контента, и как бы понятно, что им надо новый контент давать игрокам, который будет круче, чем предыдущий. Вот, и рано или поздно ты залазишь куда-то в совершенно неадекватные цифры, и что с этим делать? Ну, финалка этот вопрос решала полностью переделкой прогрессии уровней скиллов. По тому же пути прошла Вовка. Когда они сделали на каком-то из патчей, они порезали уроны, то есть, потому что там просто в нулях весь экран был. Кстати, вот этот визуальный стиль, он в какой-то момент, не знаю, когда именно он попал во многие такие пан-азиатские тайтлы, где это стало прямо фишкой, что там в триллионах дамаг исчисляется, и визуально эти триллионы должны на экране появляться, и игрок этого и как ходят. Вот, я нанёс там четыре зелёного и... Да, есть такое. У китайцев особенно. Причём в этих играх ещё очень часто бывает, что там супер, какое-то сумасшедшее количество действий на единицу времени. То есть, ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты просто ловишь маркеры по экрану и всё. Да, можно от эпилептических приступов и не успокоить. Угу. Ну да, я пытался в такое играть, но в какой-то момент это в такой для меня лично всё превращалось. Типа, блин, как я... Ну типа, я понимаю, что игра как будто, вы знаешь, так всё время поглядывает в мою сторону в духе, ну круто же, ну круто же, и я просто как бы эмоционально отключаюсь в этот момент, что игра как бы... Ты на неё смотришь и что ты такое? Да, 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 типа успокойся. Take a chill, feel просто. Дай мне тобой насладиться, но не требую этого. Вот эти тайтлы, они как будто требуют, что ты такой, типа, вааа, должен говорить, ну, как собака палывала по щелчку и это настолько как бы прозрачно выглядит. Ты такой, ну... Слушай, ну, это вопрос на самом деле ЦА и рынка, потому что, ну, в Китае есть именно вот какое-то вот свистопердение и прям строчь на него. Вот, от этого как бы сильно никуда не денешься. Ну, опять же, менталитет у европейца и у питайца он все-таки разный, как ты вот не крути. Ну, вот, и тут стоит отталкиваться. Вот, с огромными вот этими силами на жизни проекта, ну, честно, я не вижу ни одного варианта адекватного, кроме как взять и перебалансить все нахрен. Да, чисто вайп такой баланс у меня прямо другого как будто и нет. Это вообще, по-моему, очень вообще креативные деятельности как таковой как будто касается, что типа каждые там пять лет, грубо говоря, нужен глобальный потоп, который все сотрет и типа можно начинать сначала как будто ничего не было. как будто без этого уже никак получается. Просто я вот еще ну, достаточно регулярно комиксы читаю и вот для меня это в обыденность пришлось, что типа вот уже целых три года и ни одного вайпа, ни одного ребута вселенной вау, ничего себе, хорошо держимся на четвертый год, а, типа мы рестартим эту серию, окей, хорошо, еще один олиджинс-стори, ладно, нормально. Самое время по расписанию. Так что да, я свыкся с этим абсолютно. У меня уже норма. Довольны все не будут. Не, конечно, да и по-другому как будто бы и не получится, иначе ну просто твой ИП, то твоя франшиза, скажем так, вот что-то нечинно-раздельное абсолютно разрастается и и молит о смерти. Это да. Кстати, ребят, я поделюсь своей личной балансерской болью. очень часто типа читаю вакансии, ну я может какой-то фрик, но в моей системе координат есть баланс боевки, есть баланс внутриигровой экономики и баланс организации, который тесно соотносится с балансом игровой экономики, является в каком-то плане его частью, но это отдельная дисциплина, да, и начинаешь разговаривать там, допустим, с людьми на собеседовании и под игровой экономикой имеют в виду умение работать с игровым магазином, и ты такой, блин, ребята, это не игровая экономика, это монетизация, вот, и я, блин, нашла, откуда это растет, да, пациент, аномик, из нашей вот этой книжки, тут прям есть, да, тут прям вот черным по белому написано, и у меня так жопа сгорела, шел на шелил, получается, это какая глава? Это как раз-таки тринадцатая глава, и там под глава баланс игровой экономики, и первая фраза игровая экономика или монетизация, и ты такой, Карл, нет, ну, потому что шелл под монетизацией понимает совершенно другую вещь, то есть это просто потоки ресурсов, а у нас это натянули на игровой магазин, и назвали это игровой экономикой, просчитали задом-наперед, и я такая, блин, вот откуда ноги, вполне может быть и так, как минимум в России получается шелл подобным образом повлиял, хотя книга когда вообще первое издание у нее, пятнадцатый или какой? Книга вообще в четырнадцатом году выпускалась, а это девятнадцатого это переиздание, при этом она свою вот эту информацию шела, основала по сути на том, чему она в нулевых увидела. Да, вот то есть, ну, тогда слово монетизация вполне могла чуть-чуть другая оснащить. Да, но в индустрии очень часто, когда ты собесишься там на позицию балансера, я спрашиваю, а вы работаете с игровой экономикой? Ты такой, ну, да. Они такие, а какие офферы вы делали для игроков? Ты такой, монетизации, пожалуйста. Да, только это не игровая экономика. Но у нас игра, понимаете, у нас игра заключена в том, что игрок покупает офферы и все, в принципе. Вот и вся игра. Вы можете? Кстати, давно была идея сделать битву суровых донатеров. Просто, просто, там нет никакого геймплея. Геймплей это платить бабки в игру. Все. Так, уже есть такая игра, вроде бойцовский клуб называется. БК, да? Да. Бойцовский клуб, да. В какой-то мере, да, но так и выглядит. Не, ну, это в какой-то мере, там хотя бы, ты хотя бы какие-то пиксели за это получаешь. Битва донатеров в БДВ. Ну да, битва донатеров в БД, но вполне, вот как бы стебный тайтл, который вполне может по какой-то спустя 10-20 слоев иронии окупиться и даже заработать как будто бы. Просто, типа, смотри, ты... Просто на хайпе. шутка, которая слишком далеко вышла от гонки. Вещи похуже выстреливали. Я вот не могу понять, про что 14-ая глава вот эти головоломки, как они вообще вписались сюда. Древые механики поддерживают головоломки. Как будто бы, не знаю, какой-то отросток среди глав. Про какую главу мы сейчас говорим? 14-ая, про головоломки. Тут 10 принципов описывает. Ну, по сути, про то, как головоломки внутри игры мы стоим. Клин, кажется, что... Как будто в другой части книги это могло находиться, но в целом если брать головоломки как таковые, то для меня вот эталон головоломочной игры это The Talos Principle по-моему называлось. Это прям для меня неоспоримый шедевр игры головоломки. Я вот чисто головоломки не люблю. Ну, вот я тоже неинтересно. Поэтому, когда вот этот Талос Принципл меня так зацепил, я такой неужели я хотя бы раз насладился этим жанром. Проблема головоломок это реально прям очень жестоко, потому что за счетую головоломки прячутся по тем, что вообще головоломками быть не должно. GTA 5 RDR вот эта боль фатомная. Полностью согласен, да. Когда управление в твоей игре можно расценивать как головоломку, ты что-то не так сделал. Двивините туда же. Я вспоминаю свою фразу этого АВГНа. Ну, вы слышали, наверное, Angry Video Game Nerd, который ретро-игры, обзоры на ретро-игры делает в образе таком. Ну, Nerd, вы по-любому знаете его на YouTube. Может быть, скорее всего. Вот он играл в он играл в какой-то Мартл, да, кажется, какой-то Мартл Комбат, в который как бы не файтинг, а ну, сайт, грубо говоря, сайт играл. А нет, это был Бэтмен и Робин, кажется. И там вот был момент, когда он пытался использовать вот этот grappling hook, чтобы подняться наверх, получается. И чтобы использовать grappling hook, ему нужно было нажать по-моему вверх и select. Вот типа если выбрать две кнопки типа start и select, ему нужно было вверх зажать и после нажать select в каком-то определенном тайминге. И его просто накрывает в этот момент и он выдает что-то типа why does everything have to be so fucking cryptic? И вот эта фраза у меня просто в голове отпечаталась и каждый раз, когда я вижу какие-то плохие controls, то вот у меня первое, что я думаю, это типа вы не могли типа вот чуть-чуть попроще это все сделать. Ну пожалуйста, у вас так много кнопок, с которыми можно работать, нет, там какая-то дебильная комбинация. О, такая же проблема была на свище в этом кожаной памяти. Ладно, не только на свище. Про всадников апокалипсиса игра шорт. Какой апокалипсис? Про всадников апокалипсиса, там война, раздор, смерть и еще кто-то. Darksiders, Darksiders Genesis, вот. Я выкопала это из своих аналов разума. Да, 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 да. А, Darksiders Genesis, окей, вижу. Я не играла в это на ПК, я играла в это на свище, и там тебе нужно бежать, крутить камеру, стрелять, зажимать курки, там какие-то кнопки, и все это желательно одновременно. Жесть. Ну, это топ-даун, насколько это может быть трудно, но я представил, если все сразу, и камера, и управление персонажем, и стрельба, да, это будет переводом. Да, и там еще супер дохрена именно комбинаций кнопок на всякие действия. Типа там сесть на лошадь два курка, поменять персонажа там курок и еще чего-нибудь, там костануть ульту еще какая-нибудь срань, и ты такой господи Иисусе, ребят, ну давайте мы что-нибудь с этим сделаем. Ну, то есть реально пальцев столько нет. типа, ну да, игра на двоих за одного персонажа получается, двумя геймпадами только есть. Это просто жесть была. Это не проблема свеча случайно? То есть она же кросс, она же мульти, на той же плойке. Ну, слушай, количество инструментов ввода на плойочном геймпаде и на свече по-моему одинаковые. Причем 4 сверху, 4 спереди, скажем так, D-pad и все в принципе. L1, L2, R1, L2, 4 основных input и D-pad. Ну и R3 какие-нибудь. L3, R3 вот как-то аналог на аналог. Ну так это все на свече есть. Включая прожатие аналога. Да, да, да. По-моему есть прожатие аналога. Блин. Но они по-моему перевундрили с механиками получается, потому что если им реально некуда уже пихать действия персонажа, если на геймпаде кнопки закончат. Вообще-то хороший, по-моему, критерий на количество механик. Типа сколько кнопок на геймпаде вот столько у нас механик. Давайте ориентироваться на input. Да, L3, R3 на свече тоже есть. А он, кстати, свеч, он идет с классическим геймпадом сразу или на нем только сперва. Что еще раз? Классический геймпад, как бы стандартный то, что мы привыкли, типа, как плойка, как Xbox. Или там сперва только вот этот вот свечевский. Вот это вот колбаска синяя-красная. Ну, на OLED они вообще-то только белые. да, вот вроде как появился так. Короче, из коробки из коробки под свеч только переходник, на который ты можешь джойконы воткнуть. И они типа похожи на форм-фактор привычного джойстика, но я, если честно, даже не пыталась. Ну, то есть ты сразу докупила классический геймпакт? Нет. А, зачем? На вот этом играешь получился. Как он называется? Ну, я в этом в переноске играю с ним. Ну, понятнее. Домашняя консоль у меня PS-ка, а в поездке там или в ванной поиграть тут свеч тогда. Нормально. Ванной с вином и свечом. Как отдыхает в балансе. Я же девочка. Я просто вспомнил, как вот, как мне сильно не хватало нормального геймпада, когда у меня Nintendo Wii был, вот эти нунчаки, я просто такой, типа, ну, когда вот это вот эффект новизны прошел, мне никогда так сильно обычный геймпад не хотелось получить, как тогда. что я вот типа играю в какую-нибудь игру на Wii, которая, по сути, ну, как бы не заделывалась под Wii, какой-то кросс, какой-нибудь раздетил. Нет, блин, дайте мне просто не нужны мне вот эти все выебоны, я сам себя запикаю. Мне просто нужен нормальный геймпад, с которым я буду в свете играть. Я на игры. То есть оно быстро прошло, вот эта любовь, она быстро завяла к винчакам. Ну, это каждому свое. Есть игры, конечно. Ну, я вот, допустим, уже не играю, допустим, на ПК сто лет, ну, реально. Но, единственное, бывают порты на консоли настолько отвратительные по управлению, что это такое, блин, ну, могло быть хорошей игрой, но не в этот раз. Это, кстати, к UI, к UX и балансу проусложнения чрезмерные. И оно все так вот красиво цепляется друг за друга. Все эти грабли, которые вот так вот в ряд стоят, которые по-хорошему обойти как-нибудь. И вот хорошо бы, кстати, следующей книгой, ну, вот как мы Шеллу закончим, а это не скоро, скорее всего, но когда мы его закончим, было бы круто найти какую-нибудь литературу по вот как раз эти грабли, типа, в духе топ-10 ошибок начинающих там, ну, разработчиков и так далее. По-моему, это... Ну, что, у Славы Гриса есть такая ошибки разработчиков в виде игр. Это прям отдельная книга у него или статья? Да, да, это отдельная книга, но сначала... Ну да, как он выпустил «Как не сойти с ума», «Делай игру в соло», что-то такое, и потом... Вот, а это вторая его книга в 23-м году вышла. Прикольно, может быть, кстати, возможно, он даже захочет на одну из посиделок посидеть, чтобы мы не это самое... что имел в виду автор, когда писал, что начинающий разработчик белый а теперь дадим слова. Да. Он, кстати, один из первых, кто... Ну, он буквально второй, кто тогда вызвался побеседовать, и с ним вот интервью, оно мне прямо больше всего запомнилось из всех интервью, что сейчас на канале ступени Геймдева. Вот, с ним интервью мне прямо очень запомнили. Я еще к нему английские субтитры вроде делал вместе с Дену, и вот, прям, да, там много таких фон золотых цитат. Прямо очень рекомендую просмотрим. Можно запинковать даже к этой записи это интервью будет. Ну, можно, я думаю. Да, так и сделаем. Окей, ребят, я должен побежать, у нас вот как раз время заканчивается. Давайте, наверное, столько же глав на следующий раз забиндим. Что думаете, с 17 по 20? Ну, а потом еще один разочек, и мы уже и закончим. Если сейчас с 17 по 20 сделаем, то там останется 21 эпоха. Шутка, их еще много, но они маленькие. Там можно будет как раз как мыть, мне кажется. А как-то меньше со страниц у нас в этот раз получается. А, это же так. Ну, 17 по... Сейчас, секунду. Размеры. Ладно, давайте реально посмотрим. 17 по... Ну, хотя бы 20. Ну, 17, 2 и до 21 включительно, это как раз там чуть больше сотки, наверное. Да, Все, решено. Так и запишем. Да, это прям сотка. Ровно. Круто. Балансер в чате. Кайф. Окей. 17 по 21 и встретимся уже когда? Да, все правильно. Ну, через две недели. 14, 15 где-то так. Вроде как. Ну, или даже 13. Посмотрим. Окей, спасибо, что посидели с вами очень. Спасибо. Прямо реально кайфово. Всегда что-то новое узнаем. Дивинити не очень, судя по всему, но посмотрим. Не, она классная. Ну, там есть свои приколы, но на любителя. Понятно. Окей, еще раз спасибо, ребята, давайте на связи. Всего счастливого, хорошего вечера. Хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok